Запас воды в пятилитровых бутылках сейчас необходимый элемент для жизни горожан в жилом комплексе на Демократической. Водонасосная станция, которая снабжает водой эти дома, вышла из строя. Поэтому жители, как Наталья Казачкова, либо набирают воду в бойлере, который приезжает, либо везут от родственников, надеясь, что проблема решится. Но хуже всего неизвестность, ведь управляющая компания не дает жителям никакой информации о том, какие работы ведутся. Чтобы информацию управляющая компания нас держала, по крайней мере, в курсе, дальше какие действия нам не говорят. Самый элементарный способ общения с жителями написать на подъезде или где-то информацию на информационном стенде о том, что ведутся работы, такого-то числа планируют закончить. Или, по крайней мере, до такого числа они не будут хотя бы какую-то информацию иметь, чтобы мы понимали. Чтобы восстановить водоснабжение в домах и информировать жителей о текущей ситуации, к решению вопроса подключились специалисты Департамента городского хозяйства и экологии, а также администрации Кировского района. Благодаря их вмешательству два насоса из четырех удалось запустить. Это позволило дать небольшой напор воды, но только для жителей нижних этажей. Еще два насоса продиагностируют в ближайшее время. Кроме того, с помощью бригад ресурсоснабжающей организации попробуют временно подключить водовод в обход насосной станции, чтобы вернуть воду на время ремонта основного оборудования. Сейчас задача стоит попробовать все-таки реанимировать эти насосы родные и попробовать, соответственно, дать давление. Данным вопросом все занимаются. Здесь вот со мной рядом присутствуют старшие по домам, все на контакте. Ситуацию, соответственно, мы доводим до жителей, стараемся. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время ситуация будет решена. Изначально по вине застройщика не были соблюдены технические условия станции, поэтому теперь после обильных дождей подкачивающие насосы вышли из строя. Ситуация осложнена тем, что сети попали в конкурсную массу банкротящейся управляющей компании. И теперь муниципалитет вместе с жителями ведет работу в правовой плоскости, по исключению сетей из конкурсной массы и передачи их на баланс города, чтобы в дальнейшем обслуживанием насосного оборудования занималась ресурсоснабжающая организация. Все работают, и я хотел бы к жителям этого жилищного комплекса обратиться с просьбой. То есть набраться терпения, я понимаю, что ситуация сложная, но на сегодняшний день пошли вот эти вот вбросы в сети интернет с претензиями ко всем, и то, что никто ничего не делает. Я еще раз говорю, я вместе с жителями, и до последнего будем работать и, думаю, эту проблему решим. Работа и по техническому, и по юридическому направлениям городскими властями будет продолжена, чтобы решить проблемы с водоснабжением в самые кратчайшие сроки. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. Продолжение следует...